Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Сегодня вторник, 22 марта, в студии Валерия Дагужиева. Я приветствую всех, кто это утро встречает вместе с нами и по традиции коротко о знаменательных датах и событиях, отмеченных в историческом календаре. Итак, сегодня Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря, Международный день таксиста, День весеннего солнцестояния. По старому стилю считалось, что зима кончается, а весна начинается. В этот день в 1951 году была создана первая в СССР центральная студия телевидения. В 1874 году впервые была проведена игра в большой теннис. Но в 1895 году в Париже состоялась демонстрация кинофильма. В этот день, в 1932 году, в советских газетах вышла статья-памфлет Максима Горького «С кем вы, мастера культуры». В 1933 году в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь фашистской Германии. В этот день родились такие известные люди, как художник-мастер парадного портрета Антони Свандейк, французский художник Григоар Мишонс, советский режиссер театра кино, сценарист, педагог, народный артист СССР Григорий Козинцев, советский российский актер театра кино, народный артист СССР Георгий Жоннов, английский композитор Эндрю Ллойд. Далее программа продолжит музыка, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Я разбита, да, на осколки телефон, и завтра никуда-никуда, виски безо льда, одиноко тогда просто. Ты забыл сказать, что не любил меня никогда, никогда. Вечер холодный, даже в молчании комнаты мне о тебе напомнит, мне о тебе напомнит. Не по сезону, холодно, не по погоде, голос меня подводит, дружью меня подводит. Глупо было бы думать, ну как глупо, верить, что все-таки ты любишь, верить, что это любовь, но... Холод твой на кусочки, на осколки, бью и бросаю в бокал, словно в сердце, на самое на дно. Виски безо льда, я разбита, да, на осколки телефон, и завтра никуда-никуда. Виски безо льда, виски безо льда, я разбита, да, на осколки телефон, и завтра никуда-никуда. Виски безо льда, виски безо льда, одиноко, да, просто ты забыл сказать, что не любил меня никогда, никогда. Никогда, 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 виски безо льда. В эфире Республиканского радио традиционная рубрика «Актуальный репортаж» в студии Валерия Дагужиева. Я приветствую тех, кто позже настроился на нашу волну. В минувшую пятницу в администрации Прикубанского района состоялось подведение итогов работы за 2015 год и награждение, отличившееся в различных сферах муниципального образования работников, рассказывает моя коллега Рита Нерова. Подведение итогов работы за истекший период в этом муниципальном районе всегда проходит своеобразно. В этот день, как говорится, и стар, и млад, представители самых различных отраслей района собираются за щедро накрытыми в Большом зале администрации столами, дабы похвастаться своими успехами, поделиться накопленным опытом и, конечно же, обозначить основные задачи на ближайшую перспективу. По сложившейся традиции, в начале мероприятия вниманию участников был представлен 20-минутный видеоролик, характеризующий состояние экономики Прикубанского района в прошлом году. И надо сказать, что уровень развития ведущих отраслей этого муниципального образования заметно выше, чем, допустим, в 2014 году. Например, малое и среднее предпринимательство в районе сложилось в устойчивый сектор экономики, который обеспечивает рабочие места для 2000 человек, ну или в процентном соотношении почти 43% населения. За прошлый год здесь отгружено товаров собственного производства, выполнено работа и услуг силами крупных и средних предприятий на более чем 350 миллионов рублей. В 2015 году, по словам главы администрации Прикубанского района Хусея Казиева, основным направлением бюджетной политики стала работа по увеличению доходной части бюджета за счет повышения эффективности собираемости налогов и сокращения недоимки. Исполнение консолидированного бюджета района за прошлый год составило по доходам 948 миллионов рублей и расходам 971 миллион рублей. В истекшем году удалось сохранить положительную тенденцию роста доходной части консолидированного бюджета района и обеспечить сбор налоговых и неналоговых доходов в объеме 83 миллионов рублей при плановых назначениях 84 миллиона рублей. В то же время в районный бюджет поступило 55 миллионов рублей при плане в 46 миллионов. И этих успехов мы смогли добиться, несмотря на тяжелые экономические реалии жизни и с немалой долей гордости, сказал глава администрации Прикубанского района Хусея Казиев в нашем интервью. Я бы хотел сказать, что 2015 год был очень трудным годом, потому что если брать земледелие, то была засуха. Если брать, допустим, строительство объектов, то это были и очень трудности, и крутые виражи в работе. Но несмотря на это, я выступаю, говорил, что братские народы, которые заселяют Прикубанский район, независимо от этих виражей, независимо от треунности, все-таки выполнили планы и задания, которые были поставлены перед ними. Мы по производству зерна вышли впервые. Рекордный урожай получили в 2015 году, несмотря на засуху. Если говорить о строительстве, то все-таки в 2015 году были сданы два объекта дошкольных образований. Это детский садик в селе Знаменка на 125 мест и в селе Счастливое на 75 мест. А также спортивный комплекс, который мы сегодня строим. Это пригородный спортивный комплекс, где будут заниматься наши дети тремя видами единоборств. Спортивный комплекс, который сегодня строится в дружбе. Это физкультурно-оздоровительный комплекс, где будут заниматься единовременно около 200 тысяч детей. А если брать, допустим, по графику, то это почти все молодое население дружбы будет заниматься там. Несмотря на то, что есть у нас и физкультурно-оздоровительный комплекс от закрытого типа, где сегодня занимаются наши дети. Хотел бы сказать, что в прошлом году достигнута огромная работа по водоснабжению хутора Родниковского, в котором почти 16 лет не было воды. Мы там завершили подводящий пути магистральный водовод. И сегодня вопрос стоит о том, чтобы внутрипоселковые сети довести до логического завершения. И я думаю, что это позволит, чтобы 100% было водоснабжение в Прикубанском районе. В прошлом году у нас единственный населенный пункт, в котором одна улица, эта улица Молодежная в Чапаевском на 2,5 километра, также был газифицирован, и мы его завершили. И, конечно же, гордость наша – это 55-квартирный дом в селе Чапаевском, который был по программе «Аварийное жилье», был построен, сдан, и сегодня 260 тысяч жителей нашего Прикубанского района заселили и живут в хороших, добротных домах, до сих пор жившие в бараках такого земляного типа. Вот такие успехи Прикубанского района. Если говорить о других сферах, то я скажу, каждый на своем месте сработал так, что сегодня можно с гордостью сказать. МВД по Прикубанскому району занял первое место в республике в 2015 году. Военный комиссариат по призыву граждан и по патриотическому воспитанию наших молодых граждан тоже занял первое место. Архивный отдел наш – тоже первое место. Сельское хозяйство – я абсолютно убежден, что первое место. И вот эти многие показатели, которые гласят о том, что Прикубанский район идет первыми, заставляют нас еще больше трудиться, чтобы удержать те высоты, которые взял наш народ. Я хотел бы сегодня с праздником труда поздравить обычного, простого труженика, хлебороба, учителя, санитара, медсестер, людей, которые занимаются водным хозяйством. Хочу пожелать им счастья, здоровья, не сбавляя темпы идти дальше и вперед. И самое главное – многонациональный район, в котором проживают прикубанцы, гордо себя называющие прикубанцами, это и черкесы, это и абазины, русские, и корочаются бок о бок, сохраняют тот драгоценный мир, который передали нам наши предки. И мы вместе должны укреплять это единство, объединившись вокруг нашего главы республики Рожен Борисовича Темрезов. Должна быть у нас стопроцентная газификация, многоразовое улучшение водоснабжения прикубанского района. У нас должно быть полностью, все население обеспечено детскими садиками, спортивными комплексами и, конечно же, хорошими дорогами. На особом счету у руководства района в прошлом году была реализация основных тезисов майских указов президента России Владимира Путина. И, надо сказать, их эффективность сегодня в этом муниципальном районе налицо. Первое, родители, которые имеют троих детей, третий ребенок, родившийся после 17 июня 2011 года. Я думаю, что у нас есть все перспективы обеспечить их землями для ИЖС. Желающие могут заниматься и пособным хозяйством, где можно будет взамен получить. Второе, детскими садиками все-таки мы идем очень уверенно. Я думаю, что и этот указ Путина обсуждению не подлежит, надо его исполнять. Я думаю, что это будет тоже стопроцентно исполнено, и мы вид бледный не будем иметь. Заработная плата, коэффициенты наши, все планы, которые поставлены по заработной плате бюджетной сферы относительно экономики района, они, индикаторы будут абсолютно выполнены. И сегодня мы идем вровень. Мы не уходим от того вектора, который выбран при выполнении вот этих майских указов нашего главы государства. Прикубанский район исконно считается аграрным, и более того, он один из флагманов агропромышленного комплекса Карачаева-Черкесии. Именно сельское хозяйство является доминирующей отраслью экономики района, оказывающей большое влияние на развитие социальной сферы, достаток, а, соответственно, и благополучие почти 30 тысяч его жителей. Сегодня в этом муниципальном образовании работают 20 коллективных сельхозпредприятий различных форм собственности, почти 260 КФХ и индивидуальных предпринимателей и более 7,5 тысяч личных подсобных хозяйств. Поэтому неудивительно, что жители Прикубанского района делают особую ставку на сельское хозяйство. Я ожидаю, что будет работать логистический центр наш, который строится на 120 тысяч тонн единовременного в конец сельхозтовропродукции. Логистика впервые и в Северо-Кавказском округе, мне кажется, и в Южном федеральном округе. И второе, завод по производству семян наберет мощность и импортозамещение будет выполнено по Прикубанскому району. И остальные достигнутые показатели по уровню урожайности и по растеневодству особенно мы должны выдержать и пойти дальше. Наряду с реализацией этих важных вопросов в 2015 году в Прикубанском районе велась активная работа по улучшению медицинского обслуживания населения, социальной защите населения и улучшению качества жизни социально незащищенных категорий граждан. Прикубанскому району 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 Сожалением отметил Рафаэль Прикубанскому Прикубанскому району 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 Радио России Карачаево-Черкесия Погода По сообщению По сообщению синоптиков Сегодня по республике Ожидается переменная облачность Местами слабые осадки Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха 0,5 Местами Плюс 13 В горах Плюс 5 В горах Карачаево-Черкесии Слабая лавина опасность Черкесски Без осадков Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха Плюс 3, плюс 5 Субтитры подогнал «Симон» 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 До новых встреч в эфире Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»